Здравствуйте, сегодня я хочу рассказать одну из историй в рамках нашей рубрики канала адвокатской истории. Так вот, я называю эту историю как заочные дети. Да, такое все-таки бывает. История это была как раз недавно, это порядка начала семнадцатого года состоялся суд, но начну все так, как это развивалось для, в общем-то, ответчика. Значит, ответчик в один прекрасный момент получает на работу исполнительный лист. Значит, при выяснении, что это и как, служба судебных приставов ему говорит, что, в общем-то, он счастливый отец. И эти денежные средства, которые списываются с него, идут в счет, ну, в общем, алиментных обязательств по содержанию ребенка, отцом которого он теперь является. Значит, что выясняется дальше? Выясняется, что, оказывается, в регионе, в которую он приезжал к родителям, у него состоялся суд. Значит, как выясняется позже, родители, ну, скажем так, приютили сына, который пожил там какое-то время. Значит, да, он действительно там встречался с какой-то девушкой. И, значит, спустя определенные девять месяцев девушка подает в суд. Девушка подает в суд, указывая место регистрации этого, соответственно, потенциального отца как место жительства родителей. Родители получают первую повестку. Ну, естественно, поскольку их это дело не касается, они не придают к этому никакого отношения. То есть они расписались в повестке. Таким образом, суд получил возможность считать, что у нас ответчик извещен о, соответственно, начале судебного процесса. Значит, для того, чтобы установить, является он отцом или нет, суд направляет уведомление о необходимости сдачи материалов для сравнения и установления в рамках генетической экспертизы. Поскольку у нас ответчик не знал о том, что такой суд вообще идет, естественно, он никуда не явился, повестку эту не получил. И суд пришел к выводу, что, значит, данный гражданин препятствует осуществлению правосудия. Значит, те факты, которые суд пытался установить экспертизой, поскольку он препятствует осуществлению правосудия, считаются судом доказанными. Таким образом, суд пришел к выводу, что все-таки ребенок его. И вынес заучное решение о том, что, в общем-то, ответчик отец. Значит, к сожалению, поскольку там была достаточно длительная процедура получения исполнительного листа, он пропустил сроки апелляционного обжалования. Апелляционную жалобу ему там юристы подготовили, ее вернули. Он попытался подать кассационную жалобу. Кассационную жалобу вернули по причине того, что апелляционная жалоба не подавалась. То есть не было фактического рассмотрения апелляции, поэтому и в кассации ему это все повернули. Значит, вот человек оказался в ситуации, что возможность обжаловать данное решение, ну, фактически отсутствует. Он, счастливый отец, вынужден платить денежные средства. Попросил у меня подумать над тем, как можно решить эту задачу. Я, честно говоря, ничего лучше не придумал, как, соответственно... А, ну, при этом еще ему, по его просьбе, как бы, самостоятельно провести генетическую экспертизу, был дан отказ матерью, что, мол, все, нас все устраивает, платить деньги и живи все спокойно. Значит, я ничего лучше не придумал, как посоветовать ему, раз уж он отец, установить порядок общения с этим ребенком. Я отец, я имею право видеться с ребенком. Соответственно, в один из таких походов, встреч с ребенком, вполне реально получить генетический материал для сличения, ну, своего материала и, соответственно, материалов ребенка и установить, в общем-то, являешься ты отцом или нет. Поскольку были еще сомнения, может быть, это правда. Вот, соответственно, по результатам такой экспертизы, которая, ну, очевидно будет вновь открывшимся обстоятельствам, можно будет обжаловать все судебные акты, которые уже состоялись. Фактически, для того, чтобы ему восстановить свое право, нужно затеять, как минимум, два суда. Первый суд, это, видимо, ему все-таки придется добиваться, значит, право на свидание с ребенком в судебном порядке. А второй суд уже, если экспертиза покажет, что отец фактически не он, то, соответственно, это уже разбивать те состоявшиеся акты, которые, ну, на мой взгляд, и так не должны были быть вынесены, поскольку суд даже не удосужился проверить, реально ли там человек зарегистрирован. То есть, в материалах дела отсутствуют сведения о том, что суд проверял, действительно ли ответчик проживает по этому адресу, несмотря на то, что ответчик ни разу в суд не явился. Вот такая вот веселая история. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.